Здравствуйте! С вами Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и в студии я Екатерина Аксенова. 45 лет назад, 19 февраля 1978 года, впервые был поднят военно-морской флаг СССР на тяжелом авианесущем крейсере «Минск». Крейсер был заложен на судостроительном заводе в Николаеве в декабре 1972 года, введен в боевой состав флота в 1978 году. Боевую службу унес в составе 175-й бригады ракетных кораблей Краснознаменного Тихоокеанского флота. По итогам уходящего 1982 года крейсер был признан лучшим кораблем Тихоокеанского флота. В 1986-88 годах старшим помощником командира тяжелого авианесущего крейсера «Минск» служил Владимир Высоцкий, будущий адмирал и главнокомандующий ВМФ России. В 1986 году «Минск» был удостоен приза главкома ВМФ СССР за ракетную стрельбу. Всего за период службы с палубы крейсера было выполнено 2390 полетов самолетов и 3166 полетов вертолетов. На тот момент крейсер был оборудован одним из наиболее передовых комплексов противолодочного вооружения, имел многочисленное современное зенитное вооружение, а также противокорабельные средства, а именно ракеты П-500 «Базальт». Авианесущая группа корабля была не очень большой, но все-таки достаточной для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи. В нее входило 18 вертолетов, а также 16 палубных штурмовиков вертикального взлета и посадки Як-38. Прослужить Минску было суждено всего 15 лет. Для кораблей его класса это совсем немного. С начала 1991 года началась подготовка крейсера Минск к переходу в Николаев на Черноморский судостроительный завод для проведения неотложного среднего ремонта, который, к сожалению, так и не был проведен. Развал Советского Союза нанес страшный удар по обороноспособности всех бывших советских республик, ставших суверенными государствами. Даже Россия не могла в одиночку удержать в строю все плоды советских оборонных проектов. Увы, но содержать даже такие корабли в 90-е казалось невозможно. У новой власти был выбор – ждать, пока ценнейшее оборудование и оружие будет просто гнить, или же продать его и выручить хоть что-то. Решение проблемы тогда оказалось очевидным. Минск постигла такая же печальная судьба, как и сотни тысяч других видов советского вооружения. Авианесущий крейсер продали на слом. Причем за бесценок. Решение о выводе Минска из состава флота было принято в один день с аналогичным решением по Киеву – 30 июня 1993 года. 31 августа 1994 года экипаж Минска был расформирован. Конечно, для одного из лучших кораблей гордого советского военно-морского флота стать развлекательным центром в Китае участь, мягко говоря, совсем незавидная. Но, наверное, стоит признать, что именно благодаря Китаю корабль сохранился до наших дней, а экскурсия по нему начинается с демонстрации 18-минутного фильма об истории авианосцев. Зрителям показывают и уникальные кадры из истории Минска, и спуск его на воду, и рассказ о несении боевой службы и его устройстве. Однако и сегодня экипаж Минска остался верен своему кораблю. Центральный военно-морской музей, отдавая дань уважения тяжелому авианесущему крейсеру «Минск», поздравляет весь экипаж корабля с 45-летним юбилеем со дня подъема флагов. С вами был Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и в студии я, Екатерина Аксенова. Субтитры создавал DimaTorzok